всем привет и мне на ремонт принесли charge 3 красную эггэ это не та которая снимала обзора это другого человека вот такая вот что хрипит динамика популярная тема хрипит динамика такая колонка практически в новом состоянии никаких сколов нет это очень хорошо это получается очень хорошее вообще состояние идеальное то есть тут никаких вот таких фигнюх нету что было поцарапано то есть она практически новая кожуха я думаю все знают как снимать элементарно вообще давайте послушаем как поправляется слышали пернешь сейчас послушаем несколько треков посмотрим на герметичность давлю на пассивке динамики еле-еле двигаются это очень странно сейчас попробуем к ней подключиться и посмотреть оттуда дует или нет опять включаем и делаем то же самое ну как бы вы увидели что отсюда где-то воздух идет ладно сейчас мы будем ее разбирать вот мы открутили один динамик снимаем его вот мы открутили один динамик снимаем его и контакты припаяли что не очень хорошо все как то так вот тут как то так я думаю сейчас еще раз послушать может что-то изменится типа я не знаю практически максимальная громкость и никаких хрипов это очень странно потому что должно быть хрип вместе динамика баллон а этот похоже на разгерметизацию это очень странно ладно попробуем сейчас прижимать динамик послушать звук изменится или нет до сих пор и есть я думаю что то не видно не динамики проблема а проблема где-то в другом месте потому что динамик полностью герметичная лежит давайте сейчас крутим динамик кстати кто не знал тут вообще информации никакой нету поэтому V2B JPL у нас не хочет нам короче всю информацию выдавать ну ладно сейчас мы прикрутим эти четыре болта и будем смотреть пытаться найти второй еще какой-то источник от которого короче вот так мы собрали прикрутили уже все равно это продолжается откуда фига знает откуда не знаю может это с клапаном что-то нет не с клапаном вроде бы откуда не знаем давайте открутим эту нижнюю часть посмотрим может оттуда откуда это дурится вот снимаем аккуратненько такая штука вот есть у нас то есть пластмасса смотрим сюда индикаторы заряда батареи тут самая батарея находится послушаем сейчас звук но не думаю что что-то изменится или я может уже нашел всю проблему да люди я нашел всю проблему нужно откручивать батарейный отсек там получается возле креплений пластик треснул из-за этого там негерметичное пространство и оттуда доносятся какие-то свистки подсвистывание и это очень сильно портит звук это короткое акустическое короткое замыкание его допускать нельзя потому что звук будет ужасным и его слушать не будет вообще никакого удовольствия так же как и тут тут пердеж и вообще никак не хочется слушать такую колоду я вообще не понимаю чего именно г.г. версии ломаются но т.л. по моему крепче чем г.г. поэтому я как-то к ним лучше отношусь или фиги его знают люди вообще прекрасно вот вообще вот смотрите кусок пластика с болтом это вообще недопустимо такая дорогая колонка и сломана вот в таком месте вообще очень обидно обидно если б был динамик я бы отдал в ремонт его а если это пластик ну это уже сложнее там придется что-то городить вот что-то он не хочет отчелкиваться вообще никак как будто он на что-то вклеит где-то вот вот в чем прикол смотрите это вот резиновая заглушка она получается типа так вставляется и она вместе с батарейным отсеком идет вот тут наша батарейка стоит вот разъемчики а тут еще два болта смысл было его откручивать не знаю короче вот ваша батарея и она какая-то сдутая ну ладно ну ладно посмотрим что нам нужно питать 73 вольта 6000 миллиампер и я понял что я ошибся я когда делал презентацию сравнял с ди-вум пауэр с чардж 3 я учел что в ди-вум пауэр при 7 и 3 вольтах там нет при 7 и 4 3000 миллиампер а тут при 3 и 7 6000 миллиампер то есть аккумуляторы там полностью одинаковые кстати он очень хе-хе такой кабасик вздутый странно так что мы тут можем заменить тут дырка нафиг в корпус сейчас послушаю пердеж ой блин я теперь не на что поставить ушел или нет так пердеж ушел проблема была именно тут конечно я не знаю как это вообще чинить потому что хе-хе-хе проблемка то это довольно серьезная такая ай капец то есть ну вы понимаете как это довольно сложно его будет привести в такой же вид как оно и было с магазином динамики то уже был такой кучей когда приходилось чинить мне попадалась такая колонка которую там где динамики крепели одно из самых первых моих видео на канале кто не смотрел ссылочка будет в описании вот у них была серая чарт что значит вот наша наше проблем нам нужно как-то таки спрежать при условии то что у нас тут повреждена вот так вот это вот отломалось крепление из-за этого состоя из-за этого начинается такой неприятный звучок что же нам делать, а? что нам делать? я сейчас попробую там засигачить на герметик что-то, но его надо прижимать потому что мало, оно прижимается да, и о ком что-то вообще не хочет закрываться это очень странно необычно потому что он должен закрываться а он что-то не хочет вообще закрываться ну ладно ну вот как-то оно тут все собирается но я не верю, что это хорошо будет потому что тут аккумулятор реально это как-то не по-заводски и вообще неправильно поэтому я не знаю, что делать короче, какая-то такая проблема аккумулятор тут, как видите, вы толстый в отличие от которого должен быть я сейчас попробую принести подобный аккумулятор у меня валяется посмотрим, что будет вот люди чтобы вы понимали вот это вот по характеристикам такой же аккумулятор от Philips и он ну смотрите, тонкий правда он чуть длиннее на несколько сантиметров то есть мы можем сделать такой вывод что этот аккумулятор все-таки вздутый но я не думаю, что это в аккумуляторе проблема я думаю, что это проблема именно хотя даже может из-за того, что вздуло аккумулятор отлетела одна такая фигня может быть, кстати, очень правдоподобно и да если вы знаете в некоторых айфонах они там или то, что взрывались или загорались короче, фиге, я знаю но точно что-то было неладное заходы тут реально надо будет серьезно к этому ремонту браться сейчас мы закрутим все болты прикрутим эту часть и просто да шо ж такое закрутим заметил еще одну трещину такое чувство, как будто его кто-то пинал ногами ну, я не думаю, что в отделе скалонки пинал ее ногами до такого сильного аккумулятор сдулся и все капец да аккумулятор сдулся и все и за аккумулятор все куски от нее отлетают капец полные а отлетела да видно у меня колоночка из-за аккумулятора так ладно, сейчас попробуем мы видите, куски отлетают капец вообще попробуем снять пассивный динамик и отключить аккумулятор так для этого что нам нужно сделать нам нужно отщелкнуть вот эту вот зашелку и нам нужно тут зашелкнуть это делается с помощью плоской отвертки берется так я хочу закончить мой сегодняшний ремонт точнее медваремонт я сниму вторую часть там где я поставлю сюда уже нормальный аккумулятор и решу проблему с заглушкой да короче сейчас как-то так вот ну как-то так короче что ж не забывайте подписываться на мой канал ставить лайки писать мои любимые комментарии всем удачи всем пока